Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Еще три недели и весна. Существует поговорка, февраль месяц лютый. Веками накопилось много народных примет февраля, по которым можно предугадать лето, осень и зиму. И, конечно, будущий урожай. Если в начале февраля тепло, тает снег к посредственному урожаю. Если февраль холодный, к благоприятному лету. Подробнее о погоде на сегодня расскажут, конечно, наши синоптики. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 2-7. В горах до 13 градусов мороза. Днем 4-9 выше нуля. И местами минус 3 плюс 2. На дорогах Гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 4 минус 6. Днем 7-9 градусов выше нуля. Ночи на дорогах Гололедица. Сотворить шедевр своими руками. Проект КЧГУ имени Умара Алиева. Центр обучения традиционным ремеслам Карачаева-Черкесии попал в топ-5 лучших проектов высших учебных заведений Российской Федерации. В рамках работы центра будут проводиться занятия по направлениям. Художественная керамика, обработка металла и древесины. А также искусство войлока и вышивка с золотом. Пройти обучение могут представители молодежи от 15 до 35 лет. О функциях проекта и о том, как можно научиться своими руками создавать произведения искусства, узнавал Алихан Лепшоков. Сегодня школьники будут знакомиться с различными направлениями деятельности Центра обучения традиционным ремеслам Карачаева-Черкесии на базе КЧГУ имени Умара Алиева. Это прекрасная возможность для молодежи научиться создавать своими руками произведения прикладного искусства. Специалист управления по молодежной политике и социальным проектам КЧГУ Роберт Баская подчеркнул, что ребята смогут приобщиться к культуре и выявить творческий потенциал у начинающих мастеров. После того, как вас проведут по экскурсии и покажут то, что наши студенты, наши мастера делают собственноручно, то есть это не станки, не Алиэкспресс, что вы понимали, это они сами делают своими руками, вы поймете свои силы, что вы сможете по итогу делать. К чему это все? Вы увидите результаты, вы поймете, какой путь вам придется пройти, увидите мастер-классы и в феврале, когда мы выходим на обучение, мы все стартуем в школе уже в полноценной, где можно получить будет сертификат о том, что мы прошли обучение. Университет полностью идет нам навстречу. Центр будет функционировать по пяти направлениям. Один из интересных сфер прикладного искусства – художественная керамика. Преподаватели продемонстрировали ребятам, как можно создать посуду из глины и керамики. А это уже курс по вышиванию золотом, где юные мастерицы смогут украсить полотно из ткани яркими и переливающимися узорами. Для выполнения этих изделий нужно получить необходимые навыки и иметь талант творчества, отмечают мастера традиционных ремесел. А это уже мастерская, где можно превратить материалы из дерева в различные шедевральные изделия. А здесь создают произведения искусства из войлока. Для нас очень важно прикоснуться к традициям и истории наших народов, отмечают школьники. И совсем скоро проект начнет работать и позволит организовать досуг жителей и помочь молодежи определиться с выбором будущей профессии. Алихалип Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Нашу сегодняшнюю гостю можно ставить в пример. Она не просто мама четверых детей. Активный общественный деятель, учитель и участник различных конкурсов. Зовут ее Наталья Глазунова. Недавно она стала победителем конкурса сельских женщин. Наталья стала лучшей хозяйкой и активисткой на селе. Также она активно занимается благотворительной деятельностью и помогает бездомным животным. И в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой об участии в конкурсе и как у нее получается все успевать, чему она учит своих детей и каких принципов жизни она придерживается. Была Джозаева уже в студии и готова представить свою гостью. Доброе утро! Доброе утро, Наталья! Я очень рада видеть вас у нас в гостях. И знаете что? Вот на мой взгляд, вас надо ставить в пример. Всем людям, всем унылым людям, всем людям, которым лень что-то делать вообще в жизни. Мало того, что вы первая мама четверых детей, супруга военнослужащего, вы учитель, вы активистка, вы занимаетесь благотворительностью и много-много чего еще. Но повод вот для нашей встречи, как я про вас узнала, это вот тот конкурс, который проводился у нас в республике. Женщина на селе. Вы стали женщиной на селе активистка, с чем я, конечно, вас поздравляю. И первый мой вопрос вот такой. Как у вас на всю есть силы, время и желания? Здравствуйте! Ну, наверное, ко всему, что вы сказали, я добавлю, что я еще занимаюсь рукоделием, и я для вас подготовила небольшой подарок. Я надеюсь, что он вам очень понравится. Ух ты! Да, это такая милая сова, хранительница домашнего очага. Я обожаю сова. Это для кухни, да? Да, это для кухни, для чашечек, можно горячее поставить. Благодарю вас, мне очень приятно, спасибо. Как же я все успеваю? Ну, во-первых, я черпаю свои силы, конечно же, семьи. Если бы не было поддержки в семье, ничего бы у меня не получилось. Только ради них мне хочется делать все, что вот на данный момент я могу. Ну, давайте скажем о том, что вы переехали к нам из Санкт-Петербурга много-много лет назад, и я слышала, что вы полюбили нашу землю. Да, я действительно из Санкт-Петербурга, и муж у меня тоже из Санкт-Петербурга. По месту службы мы переехали в Карачаево-Черкесскую республику, и я этот регион, эту республику полюбила всем сердцем. Настолько добрые, честные люди здесь встречаются. Знаете, можно сказать, что вот дом открытый, полная чаша, и всегда готовы гостей встретить. Это именно о вашей республике, что не может не радовать. Именно здесь я встретила замечательных людей, именно здесь я познакомилась с замечательными друзьями. Ну, не знаю, я влюбилась в вашу республику. Хорошо, но если говорить вот про тот самый конкурс «Женщина-активистка насилия», как вы про него узнали? И в каких конкурсах вы вообще участвуете? Давайте, ну, сначала начну. Я работаю учителем начальных классов. МБУ «СОЖ», номер 2, станица «Сторожевое-2». Это военный городок. И у нас руководителем нашей школы является замечательный директор Никиташенко Наталья Николаевна. Зная, что я действительно занимаюсь активной деятельностью, общественной жизнью, она предложила принять участие. Но это не прошло так очень все просто, можно даже так сказать. То есть нужно было пройти этапы. То есть подготовить биографию свою, подготовить какие-то заслуги, награды, обязательно подтвердить это документально. И путем голосования, то есть Зеленчукский район голосовал люди, дети. Выдвинули вас, вы выиграли. Да, да. И просто вот таким образом получилось, что я приняла участие. И хочется добавить, многие спрашивают, ну, какая же ты, да, сельская женщина? Я сразу хочу это все опровергнуть. Будет так правильно. Женщина на селе, это не значит, что она должна все время ходить в халате и доить коров. Я с этим полностью не согласна. Сельская женщина – это сильная женщина. Это которая создает домашний уют, которая и мужа приголубит, и деток накормит, и всегда они будут чистенькие, и в хозяйстве у нее будет порядок. Я умею, кстати, работать и на огороде, не подумайте. Я умею и сено, если нужно, вилами. Собрать. Да, собрать, перекидать в сток. То есть у меня все с этим в порядке. Могу практически все. Ну, я еще слышала, что вы занимаетесь юноармейскими отрядами. Скажите, они еще существуют в школах? Вы знаете, наш юноармейский отряд создан в 2018 году, 1 июля, на День защиты детей. Да, конечно, он до сих пор существует. Мы занимаемся военно-патриотической деятельностью с детками. Знаете, самое главное, мы прививаем детям добро. Добро – это самое главное. Без этого никак. Я считаю, что добро руководит всем. Если ты добрый, честный человек, у тебя всегда все получится. Конечно, вы добрый человек, вы еще бездомными животными занимаетесь, помогаете им, определяете их куда-то. Да, есть такая проблема, наверное, об этом знают многие люди. То есть в городах, в селах – это вечная проблема бездомных животных. Но мне хочется сказать самое главное. Если человек всегда может сделать выбор, животных, к сожалению, нет. Животное не выбирает себе бездомную жизнь. Да, они сбиваются иногда в стаи, проявляют агрессивность. Нужно что-то с этим делать. Какие правильные слова вы говорите. Они же действительно не выбирают. Да, они не выбирают. Если мы можем сделать выбор, то есть жить хорошо или плохо, правильно, быть хорошим человеком или нет, то это только от человека зависит. Животное, оно верит человеку, которая его приручила, и верит в то, что его никогда не бросят. Это вот самый верный друг. И можно представить ситуацию. Жил пес, дружок, например, его любили, но когда-то он не угодил. Его выбросили на улицу. Мы же так не поступаем со своими родными, верно? Мы не поступаем так со своими детьми. Просто эту проблему нужно действительно поднимать и как-то выводить на европейский уровень. Может быть, даже так будет правильно сказано. Чтобы резонанс был. Конечно. Конечно же, жизнь человека и собаки для меня это стоит на невестах совершенно на разном уровне. Но все же это жизнь. Но вы еще благотворительной деятельностью занимаетесь? Да, благотворительная деятельность – это мое все. Я познакомилась благодаря ей действительно с хорошими людьми. Мы помогаем малоимущим семьям. Благодаря, кстати, нашим жителям Станицы Сторожевой-2 у меня все получается. Потому что всегда выставляю какой-то пост, например, у себя на страничках социальных. И люди… Реагируют. Конечно, реагируют. И это не может не радовать. Говорят, что наши люди очень стали злыми в это время. Это неправда. Всегда были и будут хорошие люди. То есть не только малоимущим семьям мы помогаем. Мы помогаем многодетным семьям. Бывают разные ситуации. Знаете, когда и женщина бывает одна остается. Не именно по той причине, что от нее ушел мужчина. Бывают просто разные ситуации. Конечно же, чтим наших ветеранов. Это обязательно все праздники. И просто мы можем заехать и с удовольствием попить с ними чай. И просто поговорить. Им не нужны, кстати, подарки и золотые горы, как многие думают. Внимание. Внимание, конечно же. Они очень любят общаться. Чему вы учите своих четверых детей в первую очередь? Чтобы они всегда были друг за дружку. То есть дома они могут поссориться, поругаться. Но на улице, в каком-нибудь там лагере, да, в месте отдыха. Они всегда должны быть друг за дружку. Я слышала, что вы как-то говорили, женщины, убирайте из своей жизни негатив. Как у вас это получается? Как? Я работу оставляю всегда на работе. Дома у меня только радость, улыбка. Ну не знаю, как можно испытывать негатив, когда ты приходишь домой, а тебя встречают вот эти вот четыре замечательные улыбки и эти блестящие глаза. И это поддержка. И еще хочется добавить, что нужно себя прежде всего любить. Прежде всего начать с себя. Полюбишь себя, значит, и все вокруг. Будет тебе казаться... Вы, наверное, еще психологией увлекаетесь, да? Да, это мое четвертое образование высшее. У вас четыре высших образования. Да, у меня четыре высших образования. Постепенно я получала, ну, чтобы сидеть дома вот в декрете и ничего не делать, я считаю, что это неправильно. Нельзя деградировать ни в коем случае. Нужно развиваться, учиться. На все должно всегда хватать времени. Например, у нас есть режим в нашем доме. 21.30 наши дети должны уже готовиться ко сну. После 21.30 время принадлежит только мне и моему мужу. Мы можем чай попить, побеседовать в тишине. Мы можем посмотреть фильм. Я могу просто переключиться и вот как раз заниматься саморазвитием, учебой. Вот как раз так и все будет. Это ваше время. Да, это мое время. Ну, в общем-то, общаясь с вами, я понимаю, это может такое, оно банальное слово, избитое кредо, это быть добрым человеком. Да, это самое главное. Без этого ничего не получится. Только честность и только доброта. Пусть даже будет горькая правда, я всегда придерживаюсь этого правила, но она будет правдой. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам, чтобы вы оставались такой же позитивной, харизматичной, доброй, человечной еще многие-многие годы. Спасибо вам. И вам спасибо большое. Как помогают пережить зиму диким животным? Когда сугробы вырастут, зверям и птицам будет сложно добыть пищу. Егери обустраивают в лесу специальные площадки на охотничьих угодьях по всей территории республики. Больше всего животные нуждаются в подкормке в январе-феврале. Егери объясняют, что так они сохраняют численность и разнообразие диких зверей. На лесном фуршете побывала и Фатима Даурова. Зимняя дорога в лес полна приключений и опасностей. Чтобы добраться до подкормочной площадки, нашему водителю пришлось постараться. Ну а на месте нас встретил Владимир Байрамуков, егер отдела охраны объектов животного мира и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии республики. Раз в неделю он со своими коллегами навещает подкормочные площадки. Опытный глаз следопыта сразу же определяет, кто недавно прошелся по рыхлому снегу. Вот здесь, видите, запорошило чуть-чуть сверху. А так это стоит кабана. Знаете, чем он отличается? Он такой же, как, ну, можно сказать, как у овцы, только сзади у него тоже такие наросты. А вот здесь вот более ярче видно, что его нарост вот задний. Это именно кабанов эти отличительные черта. Обычно лесные жители приходят в лесную столовку по ночам и не встречаются с людьми. Меню разнообразное. Зерно, сено. С весны егери заготавливают на зиму дубовые и крапивные веники. Ими любят лакомиться кабаны. Если зима снежная и морозная, с февраля по март подкармливают зайцев и фазанов. Им хватает фуражного зерна. И, конечно же, круглый год раскладывают всеми любимое лакомство – соль, лизунец. После циклонов снежный покров в урочище Кайнлы достиг 20-сантиметровой толщины, засыпав все тропы и предложив всего два варианта обитателям леса. Это сутками лежать у себя на одном месте, чтобы сберечь энергию или все-таки пробиваться на подкормочные площадки, которые обустроены егерями. Звери привыкают, что еда раз за разом появляется в одном и том же месте и постоянно ходят поблизости, поджидая егерей. В принципе, егеря должны знать, где ходит зверь, какой зверь, сколько ходит. Поэтому мы подкармливаем по методу их скопления, где они чаще ходят, где они чаще собираются. По этим принципам. А обычно какие звери уже знают и приходят уже в толовку в эту лесную? Здесь в основном кабан. Кабан сюда приходит, косуль здесь часто бывает, вот, вот, зайчики. Егеря не только подкармливают животных, но и организуют лечебные грязевые ванны для кабанов. Следы от такой ванны можно заметить на стволе дерева, где они обычно привыкли расчесывать шерсть. Там, где лужи, там, где вот грязь, вот всякое, вот кабаны любят такое место и делают там лёжки себе. Это так называемые места, где, ну, они могут лежать там, то есть убивать своих паразитов и так далее. Обычно в такое место мы ещё добавляем, ну, немного масла. Масло, имеется в виду машинного масла, которое тоже убивает этих паразитов. То есть это как бы антисептик своего рода. Уход за домашними животными, в отличие от диких, включает в себя контроль над их передвижением. Поэтому животноводы, фермеры, аграрии пользуются надёжной и эффективной преградой. Но есть обратная сторона столь выгодного электрического забора, которое наносит вред опитателям леса. Особое беспокойство у егерей вызывает современное огородительное устройство, которое в народе величается как электропастух. Оно препятствует миграции лесных животных, потому что попросту закрывает доступ к тропам, по которым привыкли они ходить. Каждый же знает, который особенно занимается сельским хозяйством, есть тропы, по которым ходят именно дикие звери. Ни лошади, ни кто-то ещё по лесу ходят в основном дикие звери. И которые вот упираются в их пастухи и так далее. То есть оставлять, по крайней мере, места не всё полностью закрывать, оставлять какие-то места для того, чтобы эти звери могли обойти и пройти дальше в лес или в другой участок и так далее. Вот всё закрывать, конечно, это очень плохо. Вот такое вот пожелание, такой совет я хотел бы дать. В этот день Владимир поделился с нами тревожными мыслями, что гложет видавшего виды охотника. В глазах егеря было столько досады, а в речи столько горечи, когда он говорил о так называемых «охотниках» в кавычках. Например, на внутренности и также рогах, копыты, тоже косули, на которую вообще охота запрещена. Вообще. Вот когда мы ходим по лесу, бывает, что мы наткаемся на такие вот останки. И это говорит именно о браконьерстве. То есть это не волками съедено там, а именно шкура содрана аккуратненько, значит, в сторонку поставить. Волки так не делают. Волки так не делают. Так поступают двуногие хищники, которые, по словам егеря, группами выходят ловить адреналиновый кайф от охоты и забываются в угарном желании пролить кровь. Фатима Дорова, Максим Долгов. Вести. Карачаево-Черкесия. Усть-Джигутинский район. Зима, снег и зверюшки. Что вам напоминают? Лично мне зимнюю олимпиаду, которая сейчас проходит в Китае. И, конечно же, уже полюбившиеся пандочки в золотых венках победителей. Это талисман пекинской олимпиады. И называется он бин-дунь-дунь. Это значит здоровый, крепкий и жизнерадостный. Очень хочется, чтобы нашим российским спортсменам почаще на олимпиаде вручали пандочек бин-дунь-дунь. И, конечно, медали. Активно болеем и скандируем. Россия, Россия! Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесии с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Карачаева-Черкесия